Привет, дорогие зрители! У нас сегодня очередные посылки сайта Алиэкспресс и сайта GearBest. Сайта GearBest будет телефон, Ulefone, Paris, Paris, извините за выражение, да, такое произношение вернее. И вот такой вот здесь должен быть вроде бы как адаптер. Очень долго шел, я уже даже практически начал ругаться с продавцом, но тут раз вроде бы как он и пришел, этот адаптер. Сейчас мы его вскроем вот так вот, ёлка, ничего себе, позакрывал он как. И вот, видим вот такой вот автомобильный адаптер. Адаптер на 2 USB. Ой, ну хоть бы не чесал немножечко, что тут 3,1 А за менее чем доллар. Вот такое вот. Может по полтора максимум, я еще поверю, но не больше. Так, ага, ну вот, нет, все равно здесь пишется output 5 вольт, 1,3 А, ой, 3,1 А. Ну, честно говоря, блин, чешет китайец, ну ладно. И тут что у нас? И вот такое вот обозначение, что здесь куда. Номер заказа. Молодец, спасибо. Ну, очень долго шел этот заказ. Ну и здесь у нас, здесь у нас будет мобильный телефон, как я сказал, Ulefone Paris. Сайта Gearbest. Комплектация, которая идет с стеклом, и стоимость его была тогда в Аксу я брал 139,99. Вот так вот все запаковано. Видите, да? Блин, конечно, зря вот этот напаковал. Ну ладно. Так, напаковал. Опять ничего нету, золота нету. Вытряхиваю, может кто-то что... Думает, положу туда, интересно. Но, к сожалению, нету. Так, давайте, блин, как аккуратно вскрывать. Конечно, упаковка отвратительная. Ну, вот видите, да? Вот такая вот упаковочка. Везде скотчем все заделано. Честно говоря, надо было поинтереснее паковать. Ну, блин. Не знаю, не знаю. Очень, очень отвратительная упаковка, блин. Так, как бы тебя вскрыть, а? Как бы, чтобы аккуратно. Оп! Есть, отлично. И здесь вот. Так, давайте все дело откроем. О! Здесь вот у нас, так, немножечко погнулось. Совсем немножечко. Ну, что? Металлическая упаковка. Здесь у нас будет стекло. А в этом у нас будет чехол. Господи, блин, зачем же так было паковать, а? Я, честно говоря, не знаю. Первый раз мне с GearBest приходит так вот упаковано отвратительно. Ну, вернее, может не отвратительно, а все везде запаковано. Так, и чехольчик. Давайте чехольчик. Оп! Тоже эмблемка улефончик тут у него. Такой вот с окошечком чехольчик. И вот такой вот у нас имеется чехол. Все, проверим. Блин, ну вот этот вот не нравится мне. Телефон сам со съемной крышкой. Так, вот сняли вот крышечку. Заклеенная батареечка. Что мы видим? Две сим-карты, слот под карту памяти. Камера 13-мегапиксельная. И мои номера присутствуют. Модель улефон Перрис написана у него на задней части. Металлическая такая золотистая окантовочка. Брали шампань. White champagne. Цвет питания. Котелька громкости. Мини-джек. USB. Левая грань полностью у нас пустая. Динамик и микрофон на задней части. Ну все, больше тут такого ничего у нас нету. Батареечка. Имеет у нас довольно-таки классная, красивая батареечка. Тоже белого цвета. Так, батарейка что у нас имеет? Имеет, 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 имеет. Два, двести пятьдесят. Тысяча ампер, да? Две тысячи двести пятьдесят. Вот видите, да? Ампер часов. Кто скажет, блин, для такого телефона это мало? Ну, сейчас делают либо большую чересчур батарею, либо... Вот так вот. Либо маленькую батарею. Такая батареечка. Мы ее сейчас вставим. Так, это все дело закроем. Все, закрыли. И включаем. Так, телефон завибрировал. Телефон включается. Комплектация. Комплектация у нас такая вот. Пленка. Вот, пленочка. Инструкция. Она же, скорее всего, что и гарантийное обязательство. Да, инструкция. Кабель фирменный. Нет, не фирменный. Улефон. Вот такое вот у нас. Наушники. Тоже без никакого обозначения, что это улефон. Может, сейчас здесь? Не вижу. Вот такие вот наушники идут. Ну и адаптер питания уже фирменный. Видно, что написано улефон. Так. Вот такой вот адаптер питания. С выходом 1 ампер. Ну что, телефон загрузился. Сейчас давайте быстро проверим чехол, как сидит. О, чехол довольно-таки хорошо сидит, но давайте выберем язык. Так, вот видим задняя часть. Передняя часть. Так, английский, русский, 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 русский. Вот у нас русский. Есть. Далее. Да, кому-то, может, неудобно, что так. Ну, извините, пожалуйста. Так, пропустить. Далее, потом подключимся. Окей. Далее, далее. Пропустить. Окей. Тоже блокируется, сразу появляются часы такие у нас. Очень удобно. Так, русский я уже выбрал. Давайте мои номера проверим. Вот мои номера. Видно вам? Давайте поприблизим вот так вот. Так, наверное, мы снимем эту пленочку сейчас. Я что-то забыл за нее. Совсем. И что мы там имеем? И мы имеем еще одну там пленку под низом. Ох. Вот. И мы еще видим здесь вот одна пленочка есть. Так вот, если вам видно. В районе камеры вот так вот. Чик-чик-чик. Вот, видно должно быть. Еще имеется одна пленочка. Ну что? Так. Настройки. Сейчас. Вот это полная яркость. Вот так вот он цвета практически не выгорает. Они даже немножко тускнеют, но даже не чернеют. Хотя как? Вот с этой стороны он более темный. С этой стороны цвета более светлые идут. Так. Что я хотел? Настройки. Тенс. Тенс. Даже не напомню. Так. О телефоне. Так. Давайте вам еще раз яркость вот так вот пониже сделаем. Вообще шикарно будет. Итак. Настройки. О телефоне. Модель Paris. Версия Android 5.1. Прошивка какая? Номер сборки. Все у нас присутствует тут. Языки вы видели, которые у нас есть? Звук, звук, звук. Где у нас звуки уведомления? Так. Та-та-та-ра-та-ра-ра. Опс. Та-та-та. Опять потерял звуки свои. Довольно-таки громкий телефончик. Как я тебе сказал, динамик находится с нижней части. Нет у него кнопки... Домой? Хотя подождите. А, есть, да. Кнопочка домой. Вот тут она так... Как бы вам сейчас показать. Дай я тебе свет выключу. И видно, да? Две такие точки подсвечиваются. Это назад. Это меню. Вернее, да, меню Оп, это кнопка домой У нас Вот такие вот у нас две кнопочки присутствуют И кнопки, они подсвечиваются Хотя такое мелкое-мелкое подсвечивание Но оно всё-таки есть Так, камера, камера, камера Что мы видим по камере Давайте вот так вот по камере Так Настроечки не люблю Хотя давайте сразу такую фотографию сделаем А, со вспышечкой у нас будет одна И давайте сделаем без вспышечки Все фотографии, ребят, всё будет в конце Так, без вспышечки Теперь фотографии Шесть на весь экран 13 мегипиксель Вот этот формат мне больше нравится Вот так вот Но он, честно говоря, он сразу и приближает, я вам так скажу Если вот так вот видите Так, давайте Что-нибудь На макросъёмочки снимем вам О, даже вверх ногами поставил Не заметил Ну и вот такая вот фотография Довольно-таки хорошая камера Мне нравится, как у него Выглядит Ну и видео так Настройки видео Что у нас по видео Высокое Ой Так, настройки Видео Высокое Хорошее Ну и давайте снимем что-нибудь Так Что-то у меня тут Выходишь так Уберём вспышку Ну и пошли Сейчас вы слышите звук с видеокамеры Вот такая вот у нас видеокамера Не знаю, что вам ещё вот так вот снять Как фокусировка происходит Непонятно, как фокусировка происходит По тапу она нормально происходит А вот автоматически Ну, пока давайте Оп И что мы видим Непонятно, как-то Да, вот Фокусировка происходит Для меня непонятно Честно говорю Почему Есть автофокус Нет автофокуса Как-то непонятно Вот она здесь происходит Вот По тапу происходит А больше никак Так что вот так вот Ребята, ну что Смотрите дальше Тесты Всю информацию Да Фотографии я сделаю ещё на улице Несколько штук Видео поснимаю На переднюю и заднюю камеру Ну, вот такой вот у нас сейчас Телефончик есть А, ну давайте посмотрим Жиж Жиж Что у нас со стеклом Так, стекло, стекло, стекло Опа Опа Так Ох Ёлки-палки И вот такое вот у нас стеклышко Стеклышко Ну, в этом упаковании Точно стекло будет целое Однозначно Это как пить дать Даже, как говорится К гадалке не ходи Да, стекло целое И набор этих всех Так что, ребята Смотрите дальше видео Будет Антуту GPS тест Всякие Ненамаркин То, что я обычно ставлю Для такого небольшого тестирования Ну и фото-видео Так что, ребята Смотрим дальше Антуту тест Антуту тест Ненамарк GPS тест Эпик Цитадель ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот так вот тут у нас снимает задняя камера Мы на улице У нас до сих пор снег лежит, как видите Оцените запись камеры самой По поводу фокусировки сейчас Непонятно, фокусировка происходит? К примеру, как, например, по-моему, фокусировка. К примеру, грязный снег. Не могу понять, как фокусировка реально, ребят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так происходит запись на переднюю камеру, как вы видите. Видно меня, холодно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА